15.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Турчинова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ размещен на официальном сайте глава государства. Перед новоназначенным секретарем СНБУ президент поставил задачу стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Также Петр Порошенко поручил Александру Турчинову в ближайшее время представить стратегию и программу реформирования системы безопасности Украины. Кроме этого, по словам президента, с сегодняшнего дня начинается подготовка заседания СНБУ, посвященного формированию бюджета в сфере безопасности, обороны и правоохранительных органов. Борьба с коррупцией также будет в сфере деятельности Александра Турчинова. Кроме ситуации на фронте, кроме ситуации в Донецкой и Луганской областях, причем как в военной безопасности, так и в экономической, хозяйственной, социальной плоскости, стоит особенно важная задача по стабилизации внутриполитической ситуации. На плечи Александра Валентиновича лягут и подготовка очень важного реформирования безопасности области и программы реформ. Стратегия развития в ближайшее время будет предложена. Отныне руководителя антитеррористического центра назначают президент, соответствующие изменения в положении своим указом внес глава государства Петр Порошенко. Ранее руководителя центра также назначал и освобождал президент, но по представлению главы СБУ. Кроме того, из межведомственной координационной комиссии центра исключили министра обороны. За минувшие сутки террористы 9 раз открывали огонь по позициям сил Атомны. Особенно активными были банформирования на Луганском, Донецком и Дебальцевском направлениях. В частности, они обстреляли колонну машин с грузом для защитников аэропорта Донецка. Атака была отбита, все машины прорвались к киборгам. Террористы обстреливают позиции наших войск в районе Крымского, Трудовского, Дебальцева и Чернухина. Дважды боевики целенаправленно вели огонь по жилым кварталам населенных пунктов. К счастью, на этот раз обошлось без жертв среди мирного населения. Наши военные остановили несколько попыток боевиков расширить присутствие на нейтральных территориях в зоне конфликта. Была уничтожена группа в составе 12 диверсантов, которые пытались попасть в тыл наших войск в районе населенных пунктов Голубовское и Новоташковское. В результате умелых контрадиверсионных действий группа была локализована. На предложение украинских бойцов сложить оружие и сдаться, террористы открыли беспорядочную стрельбу. В результате боя основная часть ДРГ уничтожена. Двое террористов задержаны. В своих показаниях один из пленных террористов, в частности, сообщил, что инструктаж и конкретные задачи в их группе давал офицер ВС Российской Федерации. Потерь среди наших военных в результате этого столкновения и в целом за сутки нет. В пропускных пунктах зоны АТО усилили контроль за перемещением товаров и грузов. В частности, вчера пограничный наряд на железнодорожной станции Волноваха при осмотре обнаружил 25 вагонов с углем и 22 вагона с ломом черных металлов общим весом 3267 тонн. Груз не имел всех необходимых документов. Законность перемещения сейчас проверяют правоохранительные органы. Всего в течение последних двух месяцев пограничники обнаружили более 10 тысяч тонн черного золота без надлежащих документов. Боевики не впускают наблюдателей ОБСЕ в оккупированные Новозовск. По сообщениям миссии, сепаратисты уже шестой раз за 8 дней блокировали их въезд. Впрочем, почему миссию ОБСЕ не пускают, объясняет это видео. Очевидцы засняли колонну вражеской бронетехники, которая двигалась по направлению из Новозовска на Мариуполь. Стратегический порт защищает усиленные подразделения украинской армии и добровольческие батальоны. Напомним, что Новозовск находится на берегу Азовского моря на пути между Россией и Мариуполем. В данное время он захвачен вооруженными бандитами. 83 247 семей переселенцев получили денежную помощь в этом месяце. Общая сумма составила более 111 миллионов. Об этом сообщили в Минсоцполитике. По данным ведомства на сегодня на учете в органах социальной защиты числятся около 650 тысяч переселенцев из Донецка, Луганской областей и Крыма. Это почти 434 тысячи семей. Четверти из них уже назначено пособие. Более 7 миллионов евро в помощь 20 тысячам вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса выделил Европейский Союз. Об этом говорится в сообщении Международной организации по миграции. В частности, разовые денежные выплаты получат 5300 семей и люди с особыми потребностями на Харьковщине. Это объясняется тем, что область ограничит с Донбассом и сейчас разместила около четверти всех вынужденных переселенцев. Кроме того, Международная организация по миграции откроет в Харькове свое представительство. Надежду Савченко осмотрит тюремный лор-врач. Об этом сообщил адвокат летчицы Марк Фегин. Руководство СИЗО, в котором сейчас находится Надежда, разрешило посещение специалиста и прием лекарств. Ранее сторона защиты заявила о значительном ухудшении здоровья Савченко. По словам адвокатов, для посещения государственного врача необходимо ждать разрешения от Следственного комитета. Напомним, ранее украинская летчица объявила голодовку в связи с тем, что ей не разрешили получить медицинскую помощь. Производители сахара обещают украинцам подсластить жизнь. На сегодня они уже изготовили миллион девятьсот пятьдесят тысяч тонн белого песка. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить все потребности внутреннего рынка. Но эта цифра не окончательна, говорят эксперты. Еще предстоит переработать около миллиона тонн сахарной свеклы. В настоящее время на рынке работают девятнадцать заводов. Закончить обработку корнеплодов они планируют до конца года. Ну а цены на сахар в стране будут стабильными. Маркетинговый год уже полностью обеспечили. И сейчас идет производство сахара экспортного потенциала. То есть мы будем иметь и оцениваем экспортный потенциал на уровне трехсот тысяч тонн сахара, который можем свободно продавать на мировых рынках. Снег и низкие температуры не повлияли на цену овощей борщевого набора. Если еще месяц назад за картофель, лук, капусту, морковь и свеклу платили в пределах двух гривен за килограмм, то сегодня их стоимость выросла на копейки. Эксперты говорят, что это в пределах нормы. А если сравнивать с прошлогодними ценами, то украинцы даже в выигрыше. Но к Новому году продукция немного подорожает. Тем не менее, мы сейчас наблюдаем рост цены. Но он не является таким существенным, как прогнозировалось. Соответственно, если мы сравним с прошлым месяцем, то средний рост стоимости борщевого набора составил около 14%. Фактически это в пределах нормы сезонного роста. Чёрный понедельник в России сменился чёрным вторником. На фоне снижения мировых цен на нефть рекордными темпами падает курс национальной валюты. Сегодня евро впервые достиг 100 рублей. Доллар продается по 80. Лишь с начала дня валюта выросла в цене более чем на 10%. На фоне девальвации рубля идёт обвал на российском фондовом рынке. Индекс РТС опустился ниже 600 пунктов. Это самая низкая отметка с кризисного 2008-го. Чтобы справиться со стремительной девальвацией рубля, ночью Центробанк России резко повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. Власти искусственно создают нехватку рублей, чтобы заставить финучреждения продавать валютные запасы. Раньше российский Центробанк сдерживал падение рубля валютными аукционами. Только с начала месяца продал почти 5,5 миллиардов долларов. Рубль сейчас недооценен по всем параметрам фундаментальным. И состояние экономики, и по состоянию платёжного баланса. Но для того, чтобы он приблизился к фундаментальному курсу, нужно определённое время. Безусловно, ситуация достаточно сложная. И она требует абсолютно скоординированных действий правительства и Центрального банка. Мы к такой координации готовы. Ну а далее на БТБ Украинский мировой индекс и цены на энергоносители. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова